I have ways of blowing things off. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки и уникальные деревянные маски вырезают в честь усопших и размещают в священных храмах. Там они постепенно обращаются в прах, символизируя мирный путь духа в загробную жизнь. Не все духи способны пройти этот путь в одиночку. Они не в состоянии смириться с трагедиями в своем прошлом, медлят покинуть весь этот мир и становятся опасными. И также еще две строчки, которые я не успел дочитать. Ладно, у вас была пауза и вы точно успели дочитать. Кена, проводник духов. Начинаем сегодня прохождение на нашем канале. Посмотрим насчет звука, может быть я сделаю его немножечко потише, не уверен пока что. Все, смотрим. А, не смотрим, играем, хорошо. Пульсация. Окей, я вас понял. Сейчас тогда, минуточку. Сделал немножечко потише. Посмотрим как оно будет на записи. Если что, ребят, вы знаете, первая серия всегда экспериментальная. Кстати, яркость пришлось выкрутить практически максимум, потому что и так вот игра темная. Я думаю, на ютубе вообще все будет смотреться как, сами знаете где. Первая серия экспериментальная. Говорить как, что подкрутить, как, что сделать. Попробуем потом все уладить. О, дух. Поехали. Кто, кто ты? Зачем ты здесь? А это что? Огоньки какие-то. Если вся игра будет вот такая темная, то, наверное, еще немножечко подкручиваем. Смотрите, сколько их здесь. Плавать. А, нырять? Нырять я не могу. Могу только плавать. На, я его активировал. Прикольно. А если я зайду? Я наступил на него и активировал, понятно. Так, что за... Пролагивание были? Нет, ну вот так смотрится вполне симпатично, кстати. Вот освещение очень классно. Визуал здесь, ну, в общем-то, я это ожидал, наверное, но визуал здесь просто офигенный. Эй, ты кто? Зачем ты пришла? Дух, я ощущаю здесь страдания. Нужна ли тебе помощь? Ты ничего не знаешь о страданиях. Это мой дом. Моя деревня. А что, босс, 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 босс? Проводница духа. Один. А, для короткой атаки, для мощной атаки, все, понял. На, тебе, короткой атакой. Длинной атакой. Еще длинной атакой. Нормально, они уходят. Можно переходить с длинной атаки на короткую. То есть, пока ты на расстоянии делаешь замах. Кто придумал контрол у ворот? Контрол, ты же неудоб. А! Надо потом переставить. Сплэш дэмэдж проходит, отлично. Тут тебе. КТ-шка остановилась сама. Играем, если что, на средней сложности. Так, погодите, ребят. Все, пытаюсь звук подкрутить, потому что речь мне показалась тихой. Посмотрим, как она будет. Что-то подожгли. Игрушка, если что, из эпика. Эпиков я не очень люблю. Буду я с вами откровенен. Но вот это посмотреть хотелось. Выглядело уже очень красиво. Да и... Говорят, что игрушка, в самом деле, стоящая. Я больших прям обзоров на нее не смотрел. Так, каких-то буквально минуточку тут, минуточку там. Просто хотя бы понять, хочу ли я в это играть или нет. И оказалось, что хочу. Еще одна интересная деталь. Пока сейчас был ролик. Я посмотрел на лицо нашей героини. У нее родинка находится... Знаете, кого напоминает? Напоминает медика из Старкрафта первого. Из Брудвора. Там, где они как раз появились. Там у девушки такая же родинка. И лицо выглядит очень и очень похоже. Не знаю. Не сюда? А куда мне? Так. А, может теперь на кнопку наступить? Она светится. Да. Или нет? А, вот как. Все, понял. То есть мы сначала вроде как активировали два источника питания, потом встали сюда и еще раз активировали центральный источник питания. Надо немножко подпривыкнуть ко всему, что здесь происходит. Насчет длительности серии, ребятушки, ничего вам пока что не могу сказать. Посмотрим, как тут будут проходить автосейвы и будут ли они. У ворот на контрол очень неудобно, если что. Ну что, переставить? На shift? Или хотя бы на alt? Ну просто... Да, погодите. Да, у ворот на alt большим пальцем нажимать гораздо удобнее, чем мизинцем тянуться к контролу. Ну, как по мне. Кстати, автосейв прошел. Ну, что ж, мы на улице. Тут олень. У него глаза загораются. А еще тут светло. Поэтому, наверное, яркость не буду выкручивать дальше. По-моему, все отлично выглядит. Да, визуал здесь просто бомбический. Я не могу немножечко приблизить. Играем за такую девчушку. Но я так понимаю, что она сильна не силой, а духом. Ладно, посмотрим. Вообще, мне нравится, как выглядит наш персонаж. Мне нравится, как выглядит окружение. Пока что, честно, мне все нравится. Ну, кроме уворота на control, но это я уже поменял. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Это выглядит, как кнопка в полу, если что. Нет? Это не кнопка? Там ботиночки застреют? Ну, ладно. Я не буду цепляться к таким мелочам. Опа! Я пытаюсь... Это если чай, я не пытался ударить, я пытался зазумить немножечко. У меня такое ощущение, что камера немножко далековато находится. Иногда хочется приблизить. О, мелочь какая-то смеется. Иногда хочется приблизить и посмотреть. Так, кью, присаживаться. Видите, она такая приятная на внешность. Я видел его где-то здесь. Куда он нашел? Вот он! Держи его! Мелочь пытается поймать другую мелочь. Ай! Привет! Ну что ж, ребята убежали. Чтобы общаться с клочком тлена. Что случилось здесь? Что случилось? Что случилось? Пузико почесать, это всегда приятно. Супер! Поещите еще тленышей. Типа малыши тлены, это тленыши. Сейчас, секунду, ребят. Я сделал музыку потише. И к тому же, я нашел такую интересную опцию. Ночной режим, который снижает разницу между самыми тихими и самыми громкими звуками в игре. Делай их более усредненным. Я думаю, что для записи это как раз то, что нам нужно. Так, кнопочка. Ага, для прыжки в воздухе, для двойного прыжка. У него есть двойной прыжок. Оу! Выглядит, кстати, двойной прыжок выглядит как будто Ори. Ну, кто играл, тот поймет. У него первый прыжок, второй прыжок с проворотом таким идет. Интересно. А тут что? Так, интересно, насколько разработчики поощрят нас за любопытство и наблюдательность. Если мы такое проявим. Пока что все это выглядит просто крайне красиво. Пишем. А, я думаю, что это он же, это просто второй. Найден тленыш. Один из пяти. А, они типа больше что ли становятся? Я пока не пойму, это коллекта был какой-то или реально у нас будет какой-то смысл их собирать? То есть это для души или прям для игры? Это опять был зум. Короче, если я бью тяжелая атака, это значит, что я просто хотел зазумить. Надо сканировать, я так понимаю, да, время от времени? Еще один. Два. И вокруг, смотрите, начинают вырастать грибы. Это такой индикатор, что здесь мы уже собрали чебурашку вот этого. Ну, сканить тогда нужно, получается, все время. Я пока не могу до конца уловить этот... Ну, я не знаю, кулдаун есть какой-то? Нету. А-а-а! Прикольно работает, ничего не скажу. Во! Тайна в водопаде. Ну, тайна в водопаде обязана же быть правильным. Еще один? Да. Отлично. Третий из пяти. Мне пока просто нравится. Я не знаю, будут ли они нести какую-то смысловую нагрузку, но мне пока что просто нравится их собирать. Выглядит какой-то все симпатичненько. А вот сохранение проскочило. Тоже неплохо. Нырять я вроде пока что не умею, да? Да, хорошо. Что за крас... А трогать я их не могу, да? Не могу, спасибо. Выглядит как какое-то опасное место такое. Соберите больше тлена, чтобы очистить сердце мертвого. А, то есть... Может, я не собрал три из пяти? Может, три из пяти мне нужно собрать, да? Так это работает. Так, я отсюда пришел. Очистить сердце. Ну, пойдемте, пойдемте. Можно наверх, можно сюда. Да, значит, мне наверх. Вот эти пацаны бегали. Вот, еще один мелкий. Иди сюда. Пры. Чтобы общаться, чихнуть, танцевать, поцеловать. Я, по-моему, немножко неудачно, да? То есть... Миночка, давайте сюда. Где светлее? С. Два. Если что, нажимаю, два. Это он так-то... Да, 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 да. Все, я просто... На срабатывание эмоций уходит дольше времени, чем... Думалось. Окей, окей. Мост... Ну, пацаны побежали туда, в развалины. Погодите, я хочу теперь пойти в развалины посмотреть. Честно, пока очень интересно. Не хочется ничего пропускать. Хочется именно все увидеть, все пощупать. Нету какого-то отторжения, что ли. Я понял, сюда тоже можно пойти. У нас пока два пути. Я думаю, что, может, тут какой-то маленький закуточек, куда я просто могу забыть зайти потом. Но вроде как это... Какая-то отдельная территория. Было бы неплохо карту, что ли. Но вроде как карты у меня нету. Погодите, а это разве... Все, я понял, где мы... Мы здесь взяли уже тленыша, вот оно у нас куда вело. Просто здесь проход еще один. Да, запутался, бывает. Пойдемте туда. Тленыша-детеныша. Посмотрим, что мы можем тут найти. И можем ли. Ну да, вот скорее всего после... А, нет, стопит сундук. Или... А тут тоже есть детеныш. Он был в сундуке. Есть. Первый уровень. Теперь что? Тленспособность помогать. Ваш свитер растет. Теперь у вас еще одно тленное действие. Нажмите R, чтобы... Напускать тленыши на различные объекты и окружающем мире. Соберите тленыши, чтобы повысить уровень. А-а-а. Вот как это работает. То есть я их не буду тратить. Они просто будут... Помогать мне, да? Ну и здесь я уже ничего не сделаю. Хотя выглядит это место так, как будто тут что-то можно сделать. А вот это у нас обозначение для прыжка. Хорошо. Понял. Возможно, когда мы сейчас разрушим красное, тут что-то откроется. Пойдемте. Нажмите R. И они же ко мне верну... Да, они же ко мне вернулись. Отлично. Теперь по этому мостику мы можем пройти дальше. Получается, мы их просто надо собирать для того, чтобы увеличить свои силы. Понято, принято. Я видел, что можно подняться. Я хочу сначала грянуть здесь. Да, это места, в которых можно зацепиться. То есть можно не только прыжок, двойной прыжок, а можно еще и, понятно, круголя дали. Паркур выглядит, вроде, несложным. Посмотрим, во что он превратится дальше. Я хочу туда залезть. Урона от падения вроде нету, но она долго приземляет. Хорошо. Тлен боится врагов. Тлен, что испугались, предлисты, так у тебя врагов, чтобы... Понятно. То есть мы не сможем открыть определенные вещи, пока у нас есть враги. Сначала к ним победить. Возникает... В окружающем вас мире возникают капельки отваги. Собирайте капельки с помощью пульсации. Не касайтесь, чтобы быстрее накапливать отвагу. Опа! Перекат, перекат! Пощам! Доступно тленное действие. Да я знаю. Удерживайте шифт, чтобы прицелиться за... Тем что... Опутать врагов. Опутать врагов. Перекат. Шифт и Р. Да ну блин, я бы его скорее убил бы. Вот это вот опутывание, оно мне как бы... Не, может оно-то в будущем и пригодится, но пока что это бесполезно. Ай! Больно вообще-то. А, я... я понял. Я... Ай, меня убили, да? Хе-хе-хе-хе. Я долго врубался. Я понял, нужно было не врагов опутывать, а вот эту фигню опутывать. И потом... Все, все, все. Да-да-да-да-да, я все. Хорошо-хорошо-хорошо. Идите нафиг. Нафиг. А, мне сначала нужно набить отвагу. Все. Я понял. Отвага сюда. на тебе контру так хорошо хорошо все я бы не сказал бы что это прям так удобно сделано по крайней хорошо они перестали появляться сочетание shift и и r ну как бы потом ну не знаю не знает сюда пока не могу пройти а всем понял у нас может быть больше чем один центр такой есть предварительный центр чтобы спавнил к убить потом второй центр для того чтобы проход освободить его привыкаем к новым механикам сохраняшка сохраняшка это хорошо так лишь могут передвигать некоторые объекты в гража чем это чтобы отлить да я понял что r это он взаимодействует чем-то куда идти нацелившись шифтом затем блин опять шифт надо будет наверное шифтер наверное надо будет как-то или переназначить или что-то сделать по-другому посмотрим что а я сам это не мог сделать девочку выросли плоды я не мог их сам сорвать мне нужен был тлен для этого я понимаю там камень тяжелый перетащить или еще что-нибудь ну камон а залезть пожалуйста мне сюда хорошо r ну вот сюда вот хорошо я понял не сюда а куда ты несет ладно ну то есть я вижу что там что то есть я хочу туда попасть как туда попасть я не знаю пока что я думал что подставить камушек но видимо не подставить камушек я полдает сюда надо найти вам r shift вот сюда пожалуйста хорошо пойдем я хочу эту секретку попасть надо будет посмотреть как то а может быть отсюда как-то ну почему она не цепляется за край камня серьезно но то есть за край стенки она цепляется с камнем прямо беда ну ребят нельзя так делать сделайте уже зацепы тогда нормальные 0 что-то я хочу туда попасть вы чё этаж я приблизить ну то есть тут явно что то есть но как-то сделать может как-то бросить его можно туда нет нельзя ладно пойдем причем сохранить сработал и второй раз тоже . а еще и отдельно отпускать объект бочка явно интерактивная но сделать я с ней ничего не могу открыть ну как бы не знаю не очевидно как минимум зацепить пух я уж думал ты это совсем это да там тоже может зацепиться но но я хочу сюда вот я же говорю что тут есть это место что-то они делают сами что там ним надо говорить а вот вот эта фишка я пока не понимаю надо привыкнуть здешним механиком как это все работает да я могу это сюда перетащить нет не могу хорошо цепляемся это я правильно идущий что ли этот фонарик выглядит ладно видимо да видимо мне прям реально а зачем я тогда ту деревяшку убирал ладно позвольте помогу выключите вы установите равновесие леса я знаю я знаю таких как ты ощущаешь силу пронизывающие ты знали на не понимаешь ее до конца иудина фуле яндаст андит коренастый мужичок здесь остались только смерть и скверно и земли будут скверными не можешь оставаться здесь дух ты должен уйти в мир иной ты должен продолжать двигаться и тебе здесь не место елки грудь это ты раз росток у меня щит ай у меня щит фигли ты два раз добьешь марксал стоял давай поехали а хитбокс у тебя такой приличный ай ладно да запутали меня с этим чертовым щитом нафиг и не хочу щит можно ты не ты не хочешь бросать свои народа я не хочу слушать тебя второй раз пожалуйста спасибо ну чё груд поговорим так а оба оба иди сюда а прицеливания нету ну короче перекат наши все никаких щитов дарксал стал перекат и все нормально ху затащили нет на самом деле он несложно меня просто в этим щитом запутали на поставщик защищайся нафиг щит пока что по крайней мере 8 а а а и и и Ну, ребята явно рады. Ха, прикольно. Можете выходить, тут безопасно. Сая, гляди, она очистила траву, малыши могут и есть. А, очистила траву. Они нравятся. Меня зовут Кена. Что вы делаете тут в лесу совсем одни? Не нужно о нас беспокоиться. Мы бежитарные, можем сами себе позаботиться. Я вижу, вы выглядите очень сильными. Знаете, кто был роготой из двух масок? Нет, не знаем, но когда он появляется, вся отраслая сильнее. Эй, а что ты делаешь тут в лесу? Я ищу священный горный храм. Можете меня туда провести? Если хочешь добраться до горного храма, тебе сперва придется нам помочь. Наш брат Тара потерялся в лесной чаще. Прошу, помоги ему. Хитро придумано, Сая. Это будет просто... Ты видел, как она сделала с тем могуществом из палок? Сделала с тем могу... Переводчики, пожалуйста, убейтесь об стенку. Помогите нас освободить Тарой, мы отведем... Помогите нам, и мы отведем тебя к горному храму. Хорошо. Идите Тару в лесу. Супер. О, я еще тленышей нашел, нашел, нашел еще три. Классно, за босса три тленыши дают. Неплохо. Да, вот, в общем, наверное, единственное нарицание, пока что, которое у меня будет, оно не к игре, оно к локализации. Перевод очень кривой. Честно, сейчас немножечко жалею, что мне приходится... Ну, как бы, пришлось включить этот перевод, потому что мы играем все-таки с локализацией, так бы я поиграл, наверное, в оригинале. Да не, наверное, а точно. Кена! Рейджи Спиритс. Мостик духов. Почему ее называют тогда проводник, если мост духов... Ну, типа, она сама по себе является мостом. Ну, хотя, видимо, да, это в локализации, кстати, наверное, можно оправдать. М. Нам дали карту. У-ху-ху-ху! Я как раз хотел сказать, хорошо бы нам карту, и вот она здесь. Вы не поверите. Итак, ребятушки, нам дали доступ в открытый мир. Я так понимаю, что это все был пролог, и игра только начинается... Я думаю, что на этом мы будем заканчивать нашу сегодняшнюю первую серию, потому что получилось такое, в общем, приятное, такое всеобъемлющее знакомство. Мы посмотрели на разные механики, на то, что здесь есть, на боевочку, на графончик, на зачаток истории. Мне пока нравится. Мне пока очень нравится. Будем тогда потихонечку закругляться. Увидимся с вами в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok